Еще до начала матча французы опасались, что россияне доставят им массу проблем. Рогбисты из Красноярска, сильные соперники, говорили они, и игра может быть сложной. Так и вышло. Даже внешне французские спортсмены, они были в серых майках, уступали нашим спортсменам в сине-черных костюмах, которые с первых минут игры проявили лидерство. Несмотря на атаки, соперника Дениси СТМ сразу повел в счете. Александр Первухин, главный тренер Красноярского клуба, переживал, но верил в ребят. Молодцы! Молодцы! Вот так! Вот так! До конца первого тайма россияне смогли занести мяч в зачетную зону и затем еще голом закрепили результат игры. Таким образом, счет был 10-0. Я считал, что русский команда играл очень хорошо. Заметно, что уровень команды очень высок, продемонстрировали уверенные попытки, подкатов очень много. И игроки уверенно действуют. Это говорит о том, что мастерство на высоком уровне – это не сюрприз участия команды из Красноярска в этом турнире. Игроки титулованного французского клуба «Бриф» решили после перерыва отразить напор красноярцев и сами пошли в наступление. Штурм оказался удачным и счет стал 10-7. Упорство одних, настойчивость других не позволили больше изменить турнирную таблицу. Команда впервые вышла в первый челлендж, прошла отбор и, как вы видите, достойно защищаемся дома. Первые два матча, к сожалению, было провальных. Мы сделали работу над ошибками и, как видите, ведем. Мы с поля уже как бы уже ушли с поднятой головой. Но, тем не менее, на задачу поставил тренер продолжать темп. Главное – не ошибаться защитить. На стадионе Южного федерального центра спортивной подготовки и регбийные встречи нередки. Но впервые и для красноярских регбистов, и в целом для отечественного регби преимущество было на нашей стороне. В матче европейского турнира россияне выиграли. Теперь состоится ответный визит российской команды во Францию, где красноярцы пообещали повторить сочинский успех.